А перед началом этого видео я хочу вам порекомендовать дискорд-сервер Российской Федерации. Каждый там может повернуть ход событий текущих и создать свою собственную историю. Там происходят реалистичные действия, войны, покушения, грабежи и так далее. Хороший магазин, добрая и отзывчивая администрация, понятные правила. Вы можете быть военным, писателем или политиком. Выбор за вами, товарищи. Заходите и измените ход истории, либо просто наблюдайте. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Эмбра, наша компания за Российскую Империю продолжается. Я в прошлой серии в комментариях попросил вас написать, как же нам тут распределить границы. Что забрать, что оставить, что замарионетить. Потому что война ведь с осью закончилась. И проблемочка оказалась в том, что я думал, что сейчас за кадром возьму, повыбираю территорию, как вы сказали. Все красиво, а мы не можем делать марионетки. Посмотрите. Мы можем только захватывать регионы. То есть сейчас проблемка в том, что забрать, конечно, все это будет неадекватно. Хотя там предлагали и Турцию все забрать. Но Турцию, ладно, может быть, можно. Но вот, допустим, Италия, Германия, я же ее все заберу, это будет бред полный. А если я ее не заберу, то те, против кого мы будем воевать в этой серии, заберут эти земли себе. А вот в чем проблема. Насчет Америки. Ну, так, ладно, давайте уже тогда раз такая ситуация у нас, позабираем земли. Ну, по Турции там сказали тоже, и многие поддержали, вариант забрать Черноморское побережье Турции. Еще вот эти вот варианты. Ну, кстати, вот так вот было бы неплохо. Вообще, на самом деле, чтобы все очень было красиво, мне кажется, что можно сделать вот так. И это оставить. Но, если мы, конечно, еще поступим вот таким вот образом, это не смотрите, заберем восток. Говорили тоже, варианты давали, то, что давайте заберем восток, а запад оставим так, как есть. Но здесь территории получаются очень ломанные. Хотя, на самом деле, если так вот оставить, то мы же ведь потом нападем на Месопотамию. Но резко начинается, придется забрать Масул. А тогда Курдистан, Хамадан и вот так вот выходить. Хотя, в принципе, можно выйти сюда, вот, оккупировать тоже эти земли. Пока что я ломаюсь, на самом деле. Потому что Месопотамию тоже мы захватывать будем, поэтому восток брать тоже здесь как вариант, на самом деле. Мы захватываем всю Турцию целиком. Но раз мы не можем марионетки делать, мы можем все-таки и правда захватить. Смотрите, в чем суть. Я что хочу делать? Месопотамию, да, мы вот так вот возьмем. Европа. Мы же будем воевать с союзниками. Захватим Польшу. Польшу хочу забрать целиком, аж вот до Сюдова. Кстати, Мемель тоже, опа. Чехословакию хочу взять Восточную. Давайте Венгрию и Югославию. Славяне тоже. А в Румынии тоже захватим. И по сути мы можем вот в таких вот границах сидеть. Если еще и Скандинавию целиком не захватим. Вот в таких вот. И тогда Турция здесь уже красиво смотрится. Может и правда целиком захватить? Дело в том, что если забираем восток, оставляем запад, мы останемся без хрома. А хром я хочу очень сильно. Сами понимаете. Так что были варианты захватить все Турцию целиком. Давайте все-таки их мы и возьмем. Раз делать марионетки нельзя, то приходится уже тогда работать с тем, что есть. Вот таким вот хотя бы образом. Ну, конечно, Финлянью мы сейчас тоже целиком забираем. Тут очевидно, что она входит в наш состав. На правах полного субъекта. Так, Эстония. Острова еще, кстати, нужно забрать. Мемель наш. Дальше. Ну, это пока давайте оставим так. Насчет Америки. Там многие сказали, что Аляску. Это само собой. Тут бесспорно. Сказали забрать Калифорнию. Но мне эту угловатость вообще Америку делить, это одно удовольствие. Эти штаты, они угловатые. Границы неестественные. Так ужасно все это выглядит. Насчет, кстати, границ, да, тут маринетки можно повыделять потом, скорее всего. Я не помню, тут можно их по-любому выделять. Но там нет выбора, что конкретно выделить. Если выделять, то только целиком. А потом править, это можно только через консоль. А границы равнять через консоль я уже буду, естественно, только в конце прохождения. Так что сейчас границы, конечно, будут не финальные. Не после этой войны, не после войны, которая будет союзниками. Мы это все еще дело поправим. Ну, смотрите, собрать одну Калифорнию плохо, мне кажется. Взять стоит еще Сиэтл да Орегон. Потому что мы потом на Канаду что-же налетаем. И можем забрать вот эти земли вместе с островами. И тем самым соединиться. Но чтобы соединиться красиво, нам желательно взять еще вот эту провинцию. Потому что здесь, посмотрите, как оно угловато получается. А так угол чуть поменьше что ли станет. Но здесь образуется уродливый угол. А так забирать слишком много, мне кажется. Ну ладно, давайте вот так вот сделаем. Потом их еще поправим. Еще сто раз исправить все это дело мы успеем. Югославия, Македония, да. Я это забираю. Вместе с Венгрией. Панамский канал давайте. Вот эти вот острова. Ну, эту мелочь сейчас я уже позабираю за кадром. А, класс. Когда я освобождаю какие-то территории. Вот, допустим, сейчас Америку освободил. Вот давайте. Вот давайте, вон, допустим, Бенгалия. Вот территорию Бенгалии забрал. Отпускаем. И она становится независимой. Так что нет. Здесь так нифига не получится. Поэтому я возвращаюсь обратно. И уже адекватно все это делаю. С учетом того, что Мариония, так у нас уже не будет. Тогда есть смысл брать здесь как можно больше. Ну, хотя бы вот так вот. Уже будет нормально. Потому что Америка еще станет независимой. И она в союзники нафиг влетит. Сто процентов. Просто сто процентов. Сейчас посмотрим, что у нас получилось в итоге. Значит, Россия здесь. Россия здесь. Мемель наш. Эти страны не марионетка Франции. Ну, так. Мы их оставили. Они стали марионеткой Франции. Но не думаю, что пока от них есть какая-то угроза. Да, это фигня полнейшая. У Франции еще дивок нет. Так что мы сейчас сразу влетаем. И все будет нормально. Только сначала нужно в Румынию влететь. У которой дофигища дивизий. У нее прям капец как много их. По сравнению с той же Францией. Ну, она там Франция посеяла их. А вот тут. Тут понятно. Республиканская Италия. Марионетка Британии. У которой дивизий две штучки. Так что эта война не думаю, что сложная будет. Хоть как-то. Вот только что Польша. У Польши под 400 дивизий. Понимаете, в чем суть? Поэтому надо сначала захватить Румынию. Потом двигаться на Польшу. Самый главный, сложный наш противник. Это Польша. А П... Япония забрала Америку. Из-за марионетки Вашингтона у нас... Британс? Что? Британские территории Северной Америки. Класс. Как бы, ладно. Как бы, хорошо. А Шанхай забрал себе Японию. Не-не-не. Это мы дело поправим в конце. Это что такое? Марионетка Японии. Ганнапский Филиппин. Ясно. Это пока ясно. Бенгалет. Наша. Сейчас тогда что мы делаем? Я в первую очередь хочу налететь на Месопотамию. Войска давайте сюда переведем. Захватим ее быстренько. Потом налетаем мы уже на Румынию. Чего? Британские территории Северной Америки. А тут же была Япония. А как? Так получилось, что Япония отдала земли Америке Британии? Так. Ладно. Быстрее тогда бежим вот сюда. Что-то мне кажется, что эту Америку мы захватим целиком. И заберем полностью себе. Иначе мы так наших противников не искореним вообще никак. Не, ну может на той мирной конференции у нас все-таки появится возможность сделать марионетка. Такое бывает, да? Нельзя-нельзя. Потом бац, и почему там можно? Щупы нет. Так, Таборицкий занимается будет здесь вот на западе Каспия. А вот на востоке у нас будет капель. Братья Месопотамия. Так, претензия делается здесь. Я распаковал 24 дивизии, танковые наши. Возьмем имя Румынии. Ух, здесь сколько укреплений. Ну, танки и нужны, чтобы укрепления прорывать, так что нормально. Британский освободительный фронт здесь вон махается с... Ага, мы тебе не дадим. Даже если бы захотели, ты бы не согласился. Проходить по нашим территориям, чтобы пограничить с этой страной. Да и атаковать бы все равно был он не смог с наших территорий, так что это фигня. А, кстати, у Новой Британии столица перешла в Хайдарабад. Насчет, кстати, Афганистана, помните, там же писали в комментариях, что нам с ним делать. Ну, вообще, теперь в Альянс я его брать не могу. Пакт о ненападении не согласится. В Альянс... Да, он уже не хочет. Ну, тогда имеет смысл его захватить. Там предлагали вариант забрать Ташкент до Таджикистана в Афганистан и там, допустим, сделать его союзником. И пообещать земли вон в Индии, допустим, пакистанской автономии. Ну, конечно, тут в Афганистане таджиков много живет, так что он бы явно бы этому не обрадовался решению. Но, тем не менее, как бы, пакистанская автономия, она как бы тоже неплохая. Сейчас в союзники много стран вступает, мне это совсем не нравится, на самом-то деле. Но вот Франция, кстати, она ведь не в союзниках, блин, точняк. Она ведь не в союзниках, это нам придется сейчас сделать выездку, что ли, из Америки в Британию. Ну, просто можно сделать выездку в Данию, из Дании в Британию. На самом деле, одну выездку сделать, и это победа, потому что две дивизии. Флот небольшой, так что это полнейшая фигня. Вон тут японские войска плавают, смотрите. Так что я не думаю, что здесь хоть какое-то сопротивление будет вообще, прям совсем. Так что главное разобраться с Польшей, да и потом просто выездку бахнем отсюда. А здесь проблем особо не будет, потому что Америка пустая, а британцы, да, у них людей нету. Дивок, кстати, много, так что, возможно, они будут защищать Британию. Ну, тогда кто будет защищать Канаду? Это вопрос. А у нас еще ядомных бомб много, так что мы тут поразвлекаемся, я чувствую. Так, ладно, сначала давайте у нас Месопотамия. Потом делаем претензию на Румынию, и эти войска истегивают сюда вот. Сюда вот танки не стал ставить, потому что это река, плюс уже укрепы тоже неприятненькие будут за рекой стоять. А отсюда спокойно по горам пробежимся. Ну, танки ж, чё-по нет. Всё, давайте на Месопотамию сейчас налетаем. У тебя чё по дивизиям? Ну, кстати, нормально так. Сталь только нужная, немножко у наших врагов ее позакупаем, кстати. Вот, ну это хотя бы вот остальные ресурсы нам уже не нужно закупать, тратить, фабрики на них. У нас сейчас по фабрикам, кстати, отторговали 103. Ну, и мы кучу всего чиним. На самом деле, мне бы сейчас ядерный реактор строить. Ну, тут так всё застроено, что я не знаю, где их строить, на самом деле. Давайте на территории Турции, что ли? Здесь вот можно построить. Так, а здесь? Маринетку нельзя делать, можно освободить в пользу Ирака. Ладно, давайте заберем территории некоторые, вот эти вот, допустим. Ну, я бы разгулялся бы как-нибудь, в самом деле, вот так. Ну, британцы здесь, смотрите, забирают территорию. У них тут есть земли. Почему нам нельзя? Чё мы хуже-то, а? А здесь вот так? Ну, тут смысла уже нет. Думаю, можно сделать вот так вот. О, другое дело. Потом мы захватим Сирию и можем даже выйти вот сюда вот. Если кому-то не нравятся вот такие вот решения мои, то, в принципе, уже под конец прохождения мы можем просто, если вы захотите в комментариях, я просто возьму это, присоединю и всё. То есть, как бы это не проблема. Пока что вот так. А под конец уже полностью детально всё рассмотрим. Для любителей красивых границ сделаем всё как надо. А пока что поступаем вот таким вот образом. Не сильно об этом вот так вот задумываясь. Хотя мы только об этом сейчас и говорим. Союзников вызывать не буду, мы тут справимся вообще сами. Погнали атаковать. У Румынии, конечно, нормальная дивизия, но всё равно до Польши далековато на самом-то деле. Так, здесь Грецию захватывать смысла нет. Ох, ты ж, что они тут творят? Грецию захватывать смысла нету, надо бы взять Бухарест. Небольшие здесь территории рядышком, и этого хватит. Вот и всё. Ну, здесь мы захватываем, конечно же, её целиком. Оп, красиво. Да, ну, это, конечно, мы эти козявки уберём чуть попозже. Босния-то марионетка и Франция, так что пока что мы её не трогаем. То же самое касается и Албании. И Чехословакия тоже марионетка. А, нет, они независимы. Просто Франция гарантирует независимость. Чехословакия. Можем сейчас взять вот так вот посмотреть по идеологии. Коммунизма здесь прям, ну, много. Ну, ничего, мы будем пропагандировать нейтралитет наш. Русский нейтралитет. Так, на Польшу претензия погнала. Сейчас войска подведут, тоже мы наши союзнички. Тут как тут. Всё, у нас уже готова претензия на Польшу. Тут опять фабрики свободные. Слушай, я не знаю, что мне тут строить. Ну, Румынию можно реакторами что-то застроить. Да и как-то всё, что ли. Так, значит, на Польшу мы сейчас уже нападаем. Завьём, конечно же, союзников. А также по поводу Британии я хочу её изничтожить. Так, подожди, 500. Нам здесь нужна тысяча целая. О, давай. Всё, бомбардировщики. Сразу в бой. Тут, конечно, ну, истребители не достают до Британии. Только одни бомбардировщики. И то он уже на кончике. Ну, может, какая-то эффективность всё-таки будет у них. Вон, бомбят. Ну, конечно, их сейчас будет сбивать нехило так. Ну, а что-то да посносим и всё равно. А потом поближе дойдём, и я уже смогу подкинуть сюда вот истребителей наших. Здесь, значит, нажимаем атаку. Тут. Ага, так вот. Я же начал диски делать новенькие. О, вот их сейчас хочу я заспавнить и поставить сюда вот. 12 всего лишь дивизий. Небольшая такая армия. Не мог я не засунуть в неё танки. Хоть эта армия у нас будет африканская. А вы знаете, как себя танки хорошо чувствуют в Африке. Особенно вот там поставки топлива. Там, например, хорошо идут равнины. Как бы просто доставлять. Жарковато, конечно, но тем не менее. Так, ладно. Подъезжаем быстренько. И здесь пока просто, наверное, постоим. Посмотрим на Польшу. Ну, Польшу мы, конечно, всё равно прогибаем легко. Дивизий у неё много, но какие-то дивизии. Смотрите на наши и посмотрите на неё. Можем взять в альянс Бутан. Слушайте, ну если Бутан хочет, то здесь мы согласимся. Это естественно. Ох, ару начал продежь даже не черта себе будем пить осамский чай. По скидке будет он нам продавать его. А здесь мы с Британским фронтом освободительно сражаемся. Ну, как мы, союзники наши. У Китая сколько там дивизий? 308. Ну, уже не делает. Молодец. Чё по потере мне интересно. Мы потеряли 21 тысячу. Польша красняла нам это число. Южная Аплика. 43 человека наших убила. А мы сняли Польши 1 миллиончик. Вот так вот. 21 тысяча на 1 миллиончик. Было соотношение, конечно, и пожёстче, но это как бы тоже уровень. Сами понимаете. Китай потерял 130 тысяч. А Польша, я так понимаю, да? Ага. Тоже Польшу поубивался. Всё, ладно. Доходим до Варшавы. Насчёт Британии. Мне там интересно, насколько посносили. Есть информация у нас тут. Ну, да, перехвачено. Уже 118 тысяч бомбардировщиков. Нормально. На здании всего лишь 59 уничтожили. Это вообще неэффективно. Это полная задница. Это так нельзя делать. А бомбить в Польшу я не хочу. Давайте, может, Италию побомбим. О, преосходство 74 до 89. Ну, давайте, делаем бум. Атомная бомбардировка Рима. Чё тут за Майнкрафт такое происходит? Эй, где красота? Жесть. Ну, ладно. Тоже неплохо. Здесь у нас уже войска свободны. Теперь нам нужно добраться до Британии. Через Францию и Германию это делать пока что я не хочу. Оставим их напоследок. В рамочке сейчас у нас... А, Италия есть. Британия, Норвегия. Ну, и Америка, потому что это марионетка у нас. Британия. Насчёт Норвегии. Ну, здесь у нас целая армия прекрасная есть. Поэтому мы сейчас её захватим. Чё, тяжело так? Убиваемся об реку. Я вас понимаю. Сейчас можем, знаете, что сделать? Взять, подвезти эту авиацию с нашими бомбами ядерными. И расфигачить северную Норвегию. Только мы истребителя немножко не достаем. Давайте, может быть, вот этих поставим сюда вот. Да, вот, ими мы точно достанем. Конечно, сейчас нам по этим территориям потом пешочком приходится проходить. Но я думаю, по выжженным пустошам будет проходить проще, чем по вражеским дивизиям, которые стоят за рекой. Так, нужно сделать сразу по несколько выстрелов. И давайте. Ч-бух, погнали. И теперь атакуем уже. Всё, проходим. Если чё, я добавлю. Колумбия посылает дивизии нам. Три штучки. Спасибо. Чё, может, давайте добавим немножечко? Давайте добавим. Сюда, вот сюда и сюда. Атомка, конечно, у нас там уже 43 реактора. Делаем мы её быстро. Но желательно сильно не тратить. Хочу на Британию ещё оставить. О, здесь же ещё и танки. О, давайте по ним хорошо жахнем. Всё, три я оставил. Ах, можно было его добить до конца, конечно. Ну ладно. Всё, атакуем мы здесь дальше. По поводу Америки. Ну мы здесь давайте будем атаковать. А то я даже не обратил внимания. То, что тут как бы ещё Америка тоже в союзниках. Канада. Ну, я рассчитываю, что сейчас союзники наши на неё отвлекутся немножечко. О, кстати, у американцев войска исчезают. Те, которые есть, те исчезают. Пока что я не буду сейчас трогать эту Канаду. Давайте здесь вот пройдёмся. А фронт здесь ещё растянется и на эту Канаду. До того всё равно добираться нужно будет вот таким вот прямым ходом. Да, и здесь на легке проходим. По поводу сейчас Норвегии. О, неплохо. Мы тут даже вроде как немножко закатлили. То есть встали вот сюда, прорезали. И они тут закрылись. Ну здесь мне помогать надо или вы сами? Ну тут, я думаю, сами, да. Это фигня. И здесь вот выездка. Всё, погнали. 12 танковых дивизий. Хочу ещё послать сюда вот я в Данию. А остальные подойдут чуть позже. Опа, здравствуйте. Поко цены. Австрийская Советская Республика. О, какая. Так, ладно, давайте пробиваемся. Берём. Готово. И теперь на Орхус. Желательно пройти. Позвольте. Позвольте. Ну ты, господи. Ну что такое, ребят? Чё вы какая-то самая? Опа. Дания минус. Это, кстати, котел получился. И благополучно мы его закрываем. Теперь вся эта толпа у нас... А, подожди. Нужно ещё до Гамбурга пройти через Кель. Давайте пройдём. Если очень нужно, то чё-то нет. Давайте. Оп. Хорошо. Всё. Поиска не потеряли. А теперь мы делаем выездку уже отсюда. В Британию. Капец, тут толпа стоит, конечно. А ну пошли потрогаем. Потрогали. Ладно. А эти диффики только отправляются сюда вот. Давайте немножко украдём их. Шесть дивизий. И направим вот сюда. Вон, они выездки пытаются делать. Чё творят? Лучше бы территорию Британии защищали. Это нужно выездки сюда делать. Так. Там часть дивизии отправилась уже. А я часть забрал. Так. Не, ну. Это же Британия. Тут хватит. И такого числа. По Лондону. Причём даже давайте раза три. О. Норреж. Порридж. Бирмингем. Польверпуль. А, ладно. Там переставлять придётся. Сюда вот можно. Я хочу юг разбомбиться. Нам этого хватит. Порт. А, всё. Закончилось. Во. Прекрасно. Всё и здесь. Давайте. Чё мы такие полупустые приехали. Вполне недоступны не в снабжении столицы. Её пересы-то. А чё не в снабжении столицы? Столица, ну, нормально здесь. Странно. Ладно. Тут всё равно вон Польша одна стоит. Так что давайте будем атаковать. Погнали агрессивно. Всё. И чисто на Чили проходим сейчас. Захватываем эту Британию. Америка. Да, нормас тут всё. А здесь Польша защищает, блин, Британию. Да, бывает и такой, конечно. Лондон, позвольте. Ну, там немцы были даже. Полупустыми танками, блин, захватываем. Снабжение, так понимаю, не идёт, да? Нет, чуть поставляют. Там людей не хватает. Главное сейчас войска. А мы их теряем, кстати. Потому что они пустые. Поэтому мы их и теряем там. Всё просто заканчивается, они исчезают. Ну ладно, берём Глазго и всё. И до свидания. Я здесь готова. Чё нам там остаётся? Италию взять. Южную Африку? Да серьёзно. А, Южную Африку только, чтобы у нас из рамочки вышло. Это потому что мы убрали Британию. Остаётся только здесь у нас Италия. Как нам до тебя добраться, дружок? Пока через Истрию. Ну давайте через Истрию пройдёмся. У нас красный здесь войска. Свободные из Таборицки. Очень важное задание. Давайте-ка сюда вот. У Швейцарии, кстати, дивизии нормально. Она тоже в союзниках. Под 50 штучек. Всех под ружьё, ё-моё. Зачем ты так? Боишься, что ли, всех? Атакуем. И тут сопротивление. Швейцария. Швейцария такая, ух ты, ничего себе. И она теряет войска свои. Они у неё исчезают. И то не все войска, часть перебила. Ну, чувак, ты сейчас ведь отлетишь. В любом случае. Желательно, конечно, встать на его территорию. Чтобы он тоже стал участником боевых действий полноценно. Территориально. Всё, мы встали. Отлично. Так, и проходим здесь вот тремя дивизиями. Ну, как бы, можно и тремя дивизиями. Чё бы нет. Я вообще ничего не трогаю. Они тут, ну смотри, что творят. Жесть, котлят там вообще уничтожают. Просто испепеляют. Ну, конечно, авиация бешеная у нас. Но всё равно. Девочки у нас капец какие сильные. Готово. А вот и мирная конференция. Итак, здесь мы можем делать марионетки или нет. А, пум-пум-пум. Только забирать можем. Так, ну а раз уж на то пошло, давайте сразу определимся с границами. Я всё захватываю просто. Опять покрас у нас полноценный без марионеток. Второе параллельное прохождение, где мы ничего не марионетим. Ну, нам хватило марионеток, знаете. По территориям я могу, в принципе, это присоединить. Спокойно. Это тоже мы заберём себе. Я понял, что-то обнаглело немножечко. Шанхай был наш вообще-то. В общем, напишите, что мне делать. Захватывать всё целиком. Либо же оставлять некоторые страны независимыми. Вот как мы сделали с Персией. Стоит ли так поступать ради красивых границ? Либо же пытаться их делать, уже захватывая всё подряд. Ну, естественно, Польшу мы так целиком хапнем. Скандинавию нужно ли захватывать? Если берём Норвегию целиком, я беру ещё и Даню, тогда целиком и Швецию. А чё, Британию тоже целиком захватывать? Ну, Африку, понятно, как колонии. Можно захватить целиком, чё-по нет. Но вот всё остальное. Мы ведь так всю Европу захватим, если дальше так пойдёт. Ладно, пишите в комментариях. Здесь учитываем то, что марионеток делать нельзя. Всё, в следующий раз я буду просматривать эту возможность, прежде чем у вас спрашивать. Чё нам делать? А то потом оказывается, что посоветовали, а оно неосуществимо никак. Ладно, всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачайте моды на русском языке, нашу группу ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все давления, чтобы не проскать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы, а также играйте в мультиплеерные партии. И просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, посылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмброс, спасибо большое за просмотр. До встречи.